Молодой человек, а можно вас? Принесите, пожалуйста, что-нибудь питательное, энергичное. Я очень утомился. Это что такое? Это самое полезное и питательное, что есть в нашем ресторане. Приятного аппетита! То есть получается, что сегодня обычная еда уже не восполняет необходимый багаж витаминов и приходится употреблять в пище вот это. Разберемся вточнее. Я Александр Семинюта. Здравствуйте. Выход есть. Мы без оперативного вмешательства можем поставить диагноз. Болезнь, которая ранее считалась неизлечимой, теперь подвластна тюменским врачам. Как местные онкологи лечат рак и при чем здесь до венчи? Метанол или жизнь? Гаишник, наверное, к этому отнесся не очень с хорошей стороны, потому что запах был очень сильно спиртовый. Как в нашу рубрику «Съедобное, несъедобное» попала незамерзайка для автомобиля? Если бы мы с вами относились к своему здоровью с должным вниманием, то болезни убивали бы нас гораздо реже. 4 февраля во всем мире прошел день борьбы с раком. Именно ранняя диагностика и современное лечение могут спасти от этого недуга. Работу онколога в Тюменской области можно по праву назвать чудом. О возможностях местных врачей Юлия Сауляк. Таких аппаратов в России единицы. Современный маммограф обследует молочные железы, точнее обычного. Он оснащен дополнительной функцией томосинтезом. Опухоль обнаруживает почти на стадии зарождения. Одновременно не один снимок, а 24 снимка максимально. С толщиной среза 0,5 мм. У нас есть маммограф, который оснащен стереотоксической приставкой для биопсии патологических очагов. Благодаря этому мы без оперативного вмешательства можем поставить диагноз. Да как носит он. А это уже лечение. Радиотерапия на линейном ускорителе. Распределяет облучение с минимальной нагрузкой и максимальным эффектом. Органы, они уже человек живой, да, какие-то есть смещения физиологические органы во время лечения. Мы можем их проконтролировать и, собственно говоря, подвести вот это облучение точно в назначенный объем. А вот при брахитерапии источник излучения, например, Цезий-131, вводится внутрь органа, предстательной железы. Разрушает опухоль изнутри и не повреждает соседние ткани. Методика достаточно сложная, достаточно эксклюзивная. На сегодня в мире ее применяют только американские радиологи. После нас уже будут японцы, будет Европа, но мы, тем не менее, первые. Онкологию лечат даже с помощью робота. Сложные микрохирургические операции через небольшие проколы. Удаляют опухоли в почках, сохраняя при этом сам орган. Широко используют в гинекологии, а с недавнего времени научились оперировать и кишечник. Пока начинаем с опухоли прямой кишки, в планах, конечно, расширять объем вмешательств. Это опухоль всей толстой кишки, опухоль желудка, подживудочной железы. Но, пожалуй, самые сложные опухоли мозга в нейроцентре их достают через нос. По сути, врач оперирует как через замочную скважину. Главное, успеть вовремя. Запущенных случаев, к сожалению, много. Поэтому без настороженности пациентов не обойтись. Врачи призывают головные боли, внезапную потерю зрения, слуха, движения не игнорировать. Раз в год посещать кабинеты раннего выявления рака при поликлиниках. Обследование без записи и бесплатно. Традиционная профилактическая акция «Онкопатруль» второй год вызывает ажиотаж. В выходные в торговом центре «Кристалл» выстроились огромные очереди из желающих проверить свое здоровье. Тюменцев принимали онколог-дерматолог и эндокринолог. Чаще всего жители областного центра сталкиваются со злокачественными опухолями трахеи, бронхов и легкого. Далее рак молочной железы и рак кожи. Сейчас онкология на втором месте среди причин смертности в нашем регионе. Когда мы говорим об онкологии, это, конечно же, диагностика и ранние выявления. Чем раньше человек обратится в поликлинику, и даже если у него нет симптомов, нужно обязательно проходить диспансеризацию, профилактические осмотры. Сейчас эти услуги очень популярны, и они очень доступны. И во всех поликлиниках работают кабинеты раннего выявления заболеваний. Я бы хотела призвать всех тюменцев обращаться туда. Ученые ран нарисовали портрет среднестатистического россиянина. Это женщина, 37 лет, в браке, есть ребенок, часто курит, много пьет, страдает мигренью и депрессией. Довольно неутешительно. Кстати, именно всевозможные проблемы с нервной системой, психические заболевания и неврозы лидируют в списке самых частых недугов наших граждан. На втором месте болезни органов дыхания, различные простуды, насморк, ОРВИ и ОРЗ. Замыкают тройку болезни органов кровообращения. При этом на стабильно плохое самочувствие жалуются 15% жителей. Однако к врачам обращаются только часть. А вот полностью здоровыми себя считают всего 6%. Да, статистика далеко не радостная. Можем ли мы поддерживать здоровье при помощи витаминов и специальных биологически активных добавок в пищу? Мы решили спросить врача-эндокринолога областной клинической больницы номер один Ирину Токареву. Ирина Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Можно ли сказать, что сегодня дефицит витаминов разного рода возникает только по причине, например, неправильного питания или географической привязанности населения? Ну, в принципе, можно так ответить на этот вопрос, что да. Географическое расположение наше проживание, конечно, оказывает определенную роль. То есть, например, нехватка витамина Д особенно, как бы, сказывается у жителей Сибири, ну и вообще, в принципе, России. Потому что витамин Д, его не случайно называют солнечным витамином. Он получается только исключительно из солнца, то есть от воздействия солнечных лучей и тепла. И, конечно, 3 месяца лета в Сибири, из которых 30 дней только у нас бывает, в общем-то, так, жарких дней, оно не восполняет потребности организма витамин Д. И витамин Д вырабатывается только под воздействием солнечных лучей. Поэтому, конечно, для профилактики дефицита витамина Д можно всем жителям старше 40 лет принимать водорастворимый витамин Д в профилактической дозировочке 2 капли в день. Но это вот так вот в качестве профилактики. Вообще, если к этому вопросу подходить более целенаправленно, то, конечно, лучше сначала пойти сдать в лабораторию кровь, проверить свой уровень витамина Д. И уже исходя из этого назначается или лечебная доза водорастворимого витамина Д, или профилактическая доза. И в пищу жирная порода рыб в зимнее время, то есть это лосось, скумбрия, ну, любые породы красных рыб, значит, мы можем каким-то образом пытаться восполнить вот этот вот пробел. То есть или, по крайней мере, попытаться его повысить усваиваемость того витамина, который мы получаем изгне в качестве витаминов. Ирина Николаевна, вот скажите, существует ли способ, не прибегая там к посещению врача, понять, что у меня не хватает витамина Д, либо каких-то других микроэлементов, вот просто по состоянию своего? Ну, каких-то специфических признаков, конечно, их не существует. То есть специфические признаки возникают, когда уже там развернутая какая-то уже клиническая картина идет. А так это чаще всего общие такие симптомы, типа слабости, недомогания, сонливости, там, выпадение волос, ломкость ногтей, то есть вот в таком вот плане общие. Вы сказали, что нашему региону и Сибири в целом чаще всего не хватает витамина Д. Вот каких еще микроэлементов недостает жителям? Ну, в зимний период у нас, конечно, уже происходит нехватка витамина С, потому что содержание витамина С в зимних овощах и фруктах намного ниже, чем летом, когда мы, что называется, с грядки там или с дерева сразу же срываем то же самое яблоко или еще что-то. Поэтому, конечно, тоже нужно обязательно в своем рационе питания иметь овощи и фрукты. Витамин С содержится в овощах в капусте, в любой, в квашеной капусте очень много витамина С, в цитрусовых много витамина С. Как это можно восполнить с помощью витаминов? Мы приходим в аптеку, их сегодня огромное количество, да, это и поливитамины, это разного рода комплексы. Вот какой витамин лучше выбрать? Ну, в осенне-зимний период, конечно, желательно принимать комплекс витаминов, то есть это комплексные препараты, типа комплевита, например, да, то есть куда входят основные группы витаминов, и витамины группы В, и С, и А, и Е, туда все входят. Витамин Д там даже если будет указан на упаковке, например, в каких-нибудь импортных витаминах, то... В комплексах. В комплексах, да, не надо обольщаться, потому что этот витамин Д, который в том виде находится в данных препаратах, он плохо усваивается. Лучше всего усваиваются водорастворимые витамин Д, типа вегантолы или аквадатрим вот в каплях. Стоит ли прибегать к помощи БАДов? Ну, я как представитель официальной медицины не очень рекомендую. Почему? Все зависит, потому что там нет проверенного состава в данных препаратах, то есть эти препараты не проходят в сертификацию. Спасибо вам большое за полезную информацию. Будем надеяться, что жители нашего региона будут здоровыми и меньше будут прибегать к употреблению витамин отдельно. Хорошо, спасибо вам. До свидания. До свидания. В области проверяют ледовые переправы. На днях инспекторы ГИМС побывали в селе Покровском. Посмотрели наличие предупреждающих знаков и толщину полотна. 80 сантиметров. Это позволяет свободно перемещаться автомобилем любого габарита. Грузоподъемность этой переправы по проекту 15 тонн. По Тюменской области, по югу Тюменской области открыто у нас 8 переправ. В Ярковском районе 3 переправы. Сорокинская, Покровка и Яркова. По данной переправе есть замечания? По данной переправе нет замечаний. Напомним, при движении по ледовым переправам выезжать на лед нужно медленно, без толчков и торможений. Со скоростью не более 10 километров в час. По поверхности водоема рекомендуется ехать не быстрее 20 километров. А теперь о жидкости, которая не замерзает. В прошлом году тюменские сотрудники Роспотребнадзора зафиксировали 14 случаев отравления метанолом. 13 из них с летальным исходом. Это опасный компонент, он содержится не только в нелегальной алкогольной продукции, но и в средстве для очищения автомобильных стекол. Как незамерзайка попала в рубрику «Съедобное, несъедобное» уточнит Дарина Скорнякова. Держите. Так, а что, она замерзла? Так, минус 3. Ну так в этом же и смысл незамерзайки. Скажу вам по секрету, это Тархун. Здравствуйте, можешь мне Тархун? Да, конечно, берите. А вот это была незамерзайка. Смех смехом, но у Антона был опыт покупки незамерзайки на трассе, точнее на автозаправке. Приличная марка, приличная цена. 520 рублей за 3 литра, но... Она оказалась с очень резким запахом. То есть, соответственно, в автомобиле ехать было вообще практически невозможно. Чаще всего покупка незамерзайки происходит в спешке. Устраивает вас? Нет, не устраивает. Почему? Она замерзает. А сколько она стоила? 500 рублей. 500 рублей. А вот пришли на заправку в магазин, купили незамерзайку. Ознакомились с составом? Нет. Почему? Не было времени. Сколько стоит ваша незамерзайка и где вы ее купили? Я на заправке. Так. Это что-то где-то 300 рублей она у меня. 300 рублей. За сколько литров? За 5. 5 литров. И вы сказали, что она пахнет. О-о-о-о. Резкий запах вызывает изопропиловый спирт. Стоит дешевле и совершенно не ядовит. Этиловый наоборот, дорогой без запаха. Однако факт отсутствия аромата вместе с низкой ценой должен насторожить покупателя. Значит, производитель точно залил в тару метанол. Это, кстати, сильнейший яд. Он вызывает отравление, поражает нервную систему и ухудшает зрение. Опасен особенно для тех, кто много времени проводит за рулем. В 2017 году в Тюменской области сотрудники Роспотребнадзора выявили 7 случаев нахождения этого официально запрещенного в России компонента. Документом, подтверждающим качество безопасности этой продукции, является свидетельство о государственной регистрации. И продавец торговой сети по требованию покупателя обязан предоставить товаросопроводительные документы на данную продукцию. Также документ, подтверждающий качество безопасности. На этом СТУ долго искали производителя с хорошей репутацией и нашли. Правда, спустя два года. Теперь для своих клиентов здесь стоит пробник. Его можно понюхать. Автомобили, между прочим, тоже страдают от некачественных незамерзаяк. В первую очередь ломаются моторчики для подачи жидкости. Может испортить краску на автомобиле, либо само стекло начинается. Начинают дворники не справляться со своей работой. Получаются разводы в виде полос. Замена дворников и полировка выйдет в копеечку. И вот еще ряд полезных советов, как выбрать незамерзайку. Несколько раз встряхните тару, раскрутите ее. На поверхности должна образоваться устойчивая пена. Это говорит о наличии активных веществ. Посмотрите на просвет дной емкости. На нем не должно быть осадков. Лучше всего покупать стеклоочиститель в прозрачной таре и с плотной пробкой. Ну и самое главное, на этикетке должна быть точная информация о товаре. Состав, температура замерзания и точный адрес производителя и даже телефон. Кстати, среди производителей опасной незамерзайки есть и тюменские фирмы. Их название можно найти на официальном сайте Роспотребнадзора. Вы знаете, порой в наше время можно отравиться даже обычной водой из-под крана. Александр Гришаков решил не просто выяснить, что мы с вами сегодня пьем, а копнуть гораздо глубже. Откуда водичка течет и стоит ли переживать за ее качеством, узнаем прямо сейчас из специального репортажа. Нижне-Тавдинское направление, 30 километров от Тюмени. Здесь располагаются скважины, которые снабжают водой половину города. Гидрогеолог Ирина Давыдова 30 лет следит за уровнем. Каждый день она проверяет глубину скважин. Это фиксирует, что вода. Мы дошли до воды. В мониторинге 93 скважины. Глубина от 40 до сотни метров. Отдельные оснастили современной автоматикой. Уровень воды, давление и температуру в помещении контролирует компьютер. Когда необходима городу вода, нажатием кнопки скважина включается. И мы с этой скважины, как видим, по расходомеру, который установлен, мы отбираем 100 кубов в час. Конкретно из этой точки качают с 71-го года. Режим рассчитан так, что больше положенного не берут. И вода здесь не кончается. Проводились с 70-х годов и были утверждены запасы для Вележанского и Тавдинского месторождения. Это 147 тысяч. Воды мы можем брать ежесуточно, не нанося никакого урона. Все было рассчитано на 25 лет. Мы в 2014 году провели переоценку запасов и были утверждены у нас такие запасы. Самая дальняя скважина на расстоянии около 35 километров. Отсюда вода попадает на станцию очистки. Хотя очисткой это сложно назвать. Подземные богатства уже готовы к использованию. Со скважин вода поступает на сооружение, где она обогащается кислородом. Мы не применяем никаких реагентов. Железо там окисляется, выпадает в осадок, где задерживается на фильтрах. И в итоге получаем чистую воду. О такой воде только мечтают на Метелевском водозаборе. Тура как источник очень нестабильна. Весной ледоход, а поздней осенью шуга. Это мелкий лед, который забивает фильтры. В лаборатории каждый день берут пробы, чтобы высчитать количество реагентов. По отдельным показателям, качество воды в реке Тура превышает вообще проектные возможности данного водозабора. В частности, там по светности. В течение нескольких лет в области искали возможность отказаться от речной воды. И нашли за теми самыми велижанскими болотами. Деревня Понизовка. Возле нее располагается большое месторождение подземных вод. По предварительным подсчетам, здесь можно будет брать ежесуточно около 80 тысяч кубометров. Для сравнения, это половина городской потребности сейчас. Кроме Понизовского, есть еще Калиновское и Заморозовское месторождения. Их содержимого хватит еще на одну Тюмень. Правда, встанет это в копеечку. Для разведки и строительства нового водозабора потребуется порядка 700 миллионов рублей. Еще полмиллиарда на реконструкцию Метелевской станции. И более 5 миллиардов на водоводы. Деньги выделят в рамках концессионного соглашения между правительством региона и Тюмень-водоканалом. Вода должна соответствовать всем стандартам качества. Потому что вода – это основа жизни. То есть это и здоровье, и все остальное завязано на воду. Там, где в городе есть чистая вода, там совершенно другое качество жизни. Поэтому мы, отдавая себе отчет, понимаем, что все эти грандиозные инвестиции и мероприятия – это инвестиции в человека. Это инвестиции в тюменцев. Областной центр планирует перевести на стабильную по качеству воду к 2026 году. Стабильнее и безопаснее теперь должно стать и движение по тюменским дорогам. Почему – узнаем в специальной рубрике «Точнее говоря». В Тюмени начали работать новые светофоры. На дополнительных секциях, кроме стрелки, на них светится красный круг. Он загорается, когда поворот в этом направлении запрещен. Предполагается, что это поможет автомобилистам легче ориентироваться на перекрестках. Пока таких светофоров шесть. Но если летом будет принят соответствующий ГОСТ, их количество увеличится. Тюменские казаки помогают полиции, и это не только охрана общественного порядка. Они присутствуют на разводе личного состава, получают информацию о разыскиваемых лицах, транспорте и предметах. Один из самых значимых случаев – задержание вместе с силовиками человека с крупной партией наркотиков. В прошлом году казаки хуторских обществ «Казанская» и «Сорокинская» помогали ликвидировать последствия паводка. А нижнетавдинцы участвовали в тушении лесных пожаров. На фестиваль «Славянский базар-2018», который пройдет в марте, требуются волонтеры. Организаторы ждут оформителей, водителей, журналистов, фотографов, а также желающих помогать на различных площадках. Для добровольцев, занятых весь день, организуют бесплатное питание. Кроме того, впервые в истории фестиваля волонтеров нарядят в одежду, сшитую в русском народном стиле. Подать заявку можно в официальной группе «Славянский базар-2018» ВКонтакте. Не фокус-покус, а абакус. Этот древний инструмент развивает воображение и помогает молниеносно свести счеты с любой сложной задачкой. Как показали вторые интеллектуальные игры по ментальной арифметике и креативной математике. Студенты от 3 до 17 лет занимаются по лучшим международным методикам. Несмотря на то, что они такие малыши, они в игре через клубики, штриховки, шнуровки, разгорают такие серьезные понятия, как диаграмма Эль-Равена. Последовательности, схемы, системы координат. То есть 4 года ваш ребенок уже владеет всеми этими понятиями. И когда он пойдет в школу, он уже будет совершенно готов не то, что к школьной программе, а к любой олимпиадной математике. На занятиях ребят учат мыслить нестандартно. Быстро принимать решения и мотивируют на новые успехи. Маленьким медалистам уже знакомы азарт и вкус победы. Их ждут международные интеллектуальные олимпиады. Интеллекту этой команды завидуют многие коллеги. В Цюмени, Фиеста, новая цирковая программа собрала на одном манеже титулованных и заслуженных артистов. Например, единственный в стране медведь-жонглер. С остальными познакомят мои коллеги. На премьере цирковой программы Фиеста заскучать не удалось никому. Один из самых красивых и захватывающих аттракционов – звездные кантоходцы волжанские. Исполнители опасных трюков полностью оправдывают свое название. Они побывали, кажется, во всех городах мира и покорили жюри многих конкурсов. Серебряный клоун у нас – Монте-Карло. Это, наверное, самый престижный цирковой фестиваль, который существует на данный момент. В Китае золотого лебедя мы получили три года назад. Тоже очень сильный международный фестиваль. В Северной Корее золото брали. Очень много в программе Фиеста артистов, которые выполняют опасные трюки высоко над манежем. А кто-то вообще играет с огнем. Мы каждый город что-то придумаем новое. У меня два гениальных партнера. Они молодые, но просто вот супер. На все готовы. Один прыгает, другой соло-жонглер. Отличный. Приходите. Я думаю, будет очень жарко здесь. Особенная прелесть шоу в легендарном клоунском дуэте. Вас и Стас – все представления на манеже. Клоуны не только смешат публику, поют, танцуют, но и участвуют в некоторых номерах. Мы вас ждем. Кто не придет, тот сосиска. Это яркое, динамичное представление. У нас очень много животных. Огромный медведь из яшек. Друль-друль. У нас огромное количество выбор жанров. А еще мы очень веселые. Да, мы веселые. Плюс в программе много животных. Некоторые из них вас точно удивят. Посмотреть «Фиеста» можно будет уже 10 и 11 февраля. Дети шпионов или заботливых родителей. Таня, мы уже надели часы. Вот они. Таня, ты готова? Угу. Ну что ж, тогда прячься. Изобретение тюменцев поможет всегда оставаться на связи со своими чадами. Россия в моем сердце. Мы очень, конечно, недовольны, что вот такая вот ситуация с допингом. И мы знаем, что наши спортсмены, они все чистые. Как празднование исторической даты в Тюмени переросло в поддержку российских спортсменов? 129 городов по всей стране в минувшую субботу поддержали акцию «Россия в моем сердце». В стране не осталось и Тюмень. На Цветном бульваре прошел патриотический мини-митинг-концерт, посвященный исторической дате. Однако присутствующие решили в этот день поддержать и своих спортсменов. Все покажет Игорь Жариков. Россия вперед! Цветной бульвар Тюмени. Здесь собрались те, кому небезразлично прошлое, настоящее и будущее России. В празднование важной юбилейной даты победы в Сталинградской битве плавно перетекло в поддержку российских спортсменов-олимпийцев. Вернее, тех, кого комитет так и не допустил на игры в Пхенчхане. Мы очень, конечно, недовольны, что вот такая вот ситуация с допингом. И мы знаем, что наши спортсмены, они все чистые. Да! И мы болеем за наших. И мы болеем за наших. И мы хотим, чтобы наши победили. Мы вообще патриоты страны. Со сцены выступили общественные деятели, победители и призеры прошедших Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. На самой площадке, как говорится, яблоку негде было упасть. Субботний митинг-концерт собрал более 7 тысяч человек. Да, меня не удивляет, потому что у нас огромное количество болельщиков, любителей спорта. И я думаю, что это еще мало. Я думаю, что еще больше просто невместимо. Дыши светло и радостно. И очень приятно, что люди пришли поддержать нас и наших спортсменов. За отдельную плату бодрил кофе. За шипулино, коктейли без мельдония. В двух шагах от сцены волонтеры бесплатно раздавали кашу и горячий чай. Я педагог дополнительного образования. И мы решили с нашей организацией, детский морской центр «Аллы Парус» кормим здесь кашей. Во сколько вы встали сегодня, чтобы все это приготовить? Где-то в 6 утра. Набравшись сил, люди расходились по соревновательным площадкам. Кто-то отвечал на вопросы, кто-то участвовал в эстафете и стрелял по мишеням. Среди призов были билеты на этап Кубка мира по биатлону, который пройдет в Тюмени в марте. Нормально, нравится. Активно так все организовано. Люди довольны, что не зря пришли. И настроение у всех хорошее. Россия вперед! Россия вперед! За порядком следили 14 полицейских, не считая казачьих патрулей и народных дружинников. Однако все меры предосторожности скорее для галочки. Дух патриотизма порождал самое главное чувство. Уважать, любить, ценить и никогда не делать плохое, только хорошее. Вы меня уважаете? Обязательно. Я вас тоже. Погода хорошая, люди улыбаются. Это значит, что митинг-концерт прошел удачно. Игорь Жариков, Сергей Жернаков. Тюменское время. Всего Россия, не будем брать в расчет, года СССР участвовала в 9-летних и 6-ти зимних играх. За это время все спортсмены выиграли 575 медалей, 200 из которых золотые. Самыми золотыми из белых олимпиад стали прошедшие в 1994 в Лилихамере и в 2014 в Сочи. В последней Россия обошла также другие страны-участницы по количеству наград. Худшими зимними играми можно назвать соревнования в Ванкувере. Тогда наша сборная заработала всего 3 золотых медали, заняв в целом 6-е место. Среди дисциплин россияне традиционно лидировали в лыжных гонках, фигурном катании и биатлоне, завоевав 33, 26 и 24 медали соответственно. Атюмен готовится встречать боксеров. С 16 по 19 февраля пройдет отбор на чемпионат мира по муай-тай. У нашей команды отличные перспективы попасть в сборную всем составом. Шансы большие. Я думаю, что все выиграют. Все тренируются упорно. Пары бойцов определяются 16 числа после взвешивания. Противников из России тюменские спортсмены не выделяют. В отличие от тайской сборной, с которой гарантирована встреча в Бангкоке. Но говорить, что отборочные будут незрелищно и неправильно. Вы же понимаете, что тайский бокс – это работа всеми частями тела. Да, руки, ноги, колени, локти в том числе. Ни один вид спорта не дает такого арсенала для борьбы, как тайский бокс. Поэтому в этом виде спорта может любую секунду что-то произойти. Поддержать бойцов и посмотреть на бои могут все желающие. Отборочные этапы пройдут в спортивном комплексе «Арену». Хорошо, когда мужчина умеет за себя постоять. И обучать этому, конечно, необходимо с детства. Но, к сожалению, в жизни бывают такие случаи, когда ребенок становится совсем беззащитным. Именно для таких случаев и спокойствия родителей местной ученой изобрели GPS-часы. Как они работают, увидела Вера Баранова. Всякий раз, когда в новостях мы слышим об очередном невероятном изобретении, мы думаем, что это где-то там, в другом городе, в другой стране, в другой галактике. Но что, если я скажу вам, что это здесь, в Тюменской области? Свыше сотни талантливых ученых и столько же серьезных масштабных разработок. И будьте уверены, вместе с ними на шаг впереди вся Тюменская область. У всякой разработки есть предпосылки. Только задумайтесь, по данным МВД, в России ежегодно без вести пропадает 120 тысяч человек. Это как три Елутеровска или два Ишима. К счастью, 90% возвращается. Но а что с остальными? И как сделать так, чтобы не терялись вовсе? Над этим тюменские ученые и начали ломать голову. Тюменские GPS-часы. Ежемесячно продается 5000 экземпляров. В планах выпускать 10. А ведь еще два года назад это ноу-хау было просто безумной идеей. В дружеской беседе Михаил Мандрыгин услышал про сложность установки турникета в школу. Тогда он решил упростить систему контроля за детьми и создал мобильное приложение с привязкой к часам. Встроенные функции больше напоминают навороты приборов из фильма «Дети шпионов». С помощью устройства можно звонить родителям, отправлять и получать голосовые сообщения, писать текстовые, видеть на карте местоположение ребенка, считать шаги. Есть даже специальная кнопка – экстренный вызов СОС. Изначально это были китайские часы с китайским приложением. Мы, соответственно, приобрели данные часы, установили и поняли, что там все очень плохо работает. Погрешность иногда достигала полтора километра, что, соответственно, терялся смысл в этих часах, они превращались просто в часы. Программу доработали, встроили сим-карту. Сборка деталей сегодня ведется на фабрике в Китае. Все остальное у нас. У тюменских новаторов своя франшиза – 500 точек продаж по России. Приложением пользуются в США, Германии, Испании и Объединенных Арабских Эмиратах. Сами часы покупают жители Белоруссии и Казахстана. И это, несмотря на цену, от 3,5 до 5 тысяч рублей. Очень маленькая погрешность при позиционировании, то есть это порядка 10 метров. Энергосбережения этих часов, то есть они там быстро не разряжаются. Ну, 2-3 дня без подсорядки мы сейчас будем вводить на рынок новую модель. Она будет держать примерно 5 дней. Разнообразие умных часов сегодня зашкаливает. Европейские, американские и китайские производители каждую неделю представляют какую-то новинку. Самое дорогое устройство из Калифорнии. Цена стартует от 250 долларов. Несмотря на хорошее качество, на российском рынке эта модель не особо популярна. Самые доступные GPS-часы китайские от 20 долларов. Завод в Поднебесной вообще самый крупный в мире. Но будьте внимательны, на днях российские эксперты предостерегли об опасности зарубежных смарт-часов. Безобидная штучка может оказаться шпионской. В случае с тюменским производством все прозрачно. А сейчас мы проверим, как работает это устройство. И в этом мне поможет координатор поискового отряда «Белая сова» Алена. И моя маленькая помощница Таня. Тане мы уже надели часы. Вот они. Таня, ты готова? Угу. Ну что ж, тогда прячься. Пока мы с вами искали, внезапно Таня оповестила о тревоге. Алло. Вы меня никогда не найдете? Они сменили маршрут. Да, они пошли, сначала пошли прямо, а потом вернулись в обратном направлении. И вот мы видим последнюю точку. То есть здесь пишется весь маршрут ребенка. Красная вторая точка – это мы. Мы где-то очень близко. Да. Очень близко, горячо-горячо. Таня, привет! Мы ее нашли! Алло, капец! Мы нашли Таню за считанные минуты. В реальной жизни можно потратить многие часы на поиски ребенка, прочесывать огромную территорию и затрачивать большие силы. То есть здесь вам не нужно даже обращаться в полицию. Вы зашли в телефон, увидели, приехали и забрали своего родного человека. Кстати, такая новинка пригодится не только детям, но и пожилым людям. Они в сводках пропавших, увы, не редкость. И еще, после съемок нашей рубрики, поисковый отряд «Белая сова» и разработчики часов заключили договор о сотрудничестве. Вот такие они, наши тюменские ученые. А если вы или кто-то из ваших знакомых изобретает будущее уже сегодня, непременно сообщите мне об этом. И, возможно, в следующей рубрике мы расскажем именно о вас. Не жизнь, а праздник ждет жителей Тюменского района в этом году. Кроме того, что территория отмечает 95-летний юбилей, круглые даты отметят 7 муниципалитетов. В июле будут гулять жители села Мальково. Ему исполнится 395 лет. В этом же месяце 390 стукнет Каменки и 90 Горьковки. Ее ровесница деревни Нариманово отметит день рождения в августе. Тогда же отпразднуют 370 лет и в Червишево. Но с самым большим размахом будут гулять в Ямбаево. Ему 420. К тому же там праздник села совпадает с юбилеем Большой мечети. Она самая старая из действующих во всем районе. Ей уже 130 лет. Юбилейный год у нас, он настолько юбилейный, настолько яркий, потому что такие круглые даты. И даты не 5 лет, не 10, а серьезные даты, о которых обязательно нужно заявлять. А вот эта парочка заявляет, что любви все возрасты покорны. Моя коллега Инна Михайловская отправилась в Викуловский район, чтобы увидеть людей, которые прошли через боль и страдания и все же стали счастливыми вопреки. Как долго тянутся после обеденные часы? Специалист по социальной работе начисляет субсидии викуловским семьям. Татьяна здесь лишь полгода. Она не новичок. Опыт административной работы не слабый. Был перерыв. Уезжала на север, как говорят, за счастьем. Вернулась. А оно, то самое счастье, оказалось совсем рядом. Татьяне было 40, ему 68. Сначала взаимная симпатия, а вот о чем они меньше всего думали, так это о разнице в возрасте. Быстро поняли, что друг без друга уже никак. Образовалась семья, многодетная, между прочим. Я ему сказала, что меня зовут Аня. Он сказал, что меня зовут Егор. Ну, сначала он стеснялся, я тоже, конечно, стеснялась. А потом сел на коленки, обнял меня. И все, и так каждый день. Егор – младший ребенок Татьяны, Аня – мужа. Он ее удочерил 20 лет назад, когда малышкой была. Теперь эта парочка не разлее вода. А еще у супругов есть взрослые дети. У Анатолия дочь и трое приемных сыновей. Двое живут самостоятельно. Остался Володя. Он тоже без лишних слов принял новую маму. Мы же все равно скоро-то уже отучимся. Своя жизнь будет, а он один, что ли, будет. Все приняли нормально. Весной этому союзу будет три года. Такому неожиданному и позднему. 28 лет разница. Неравный брак, говорят. Но зато по любви. Такой, от которой счастливыми становятся самые близкие люди. О которой хочется кричать. Которая превращает тебя совершенно в другого человека. Это уважение к друг другу. Это любовь. Это вообще, я не знаю. С 1 июля я вышла на работу. И я каждую минутку ждала. И звонка. И я обеда ждала, что он скорее за мной бы приехал. И домой. И по сей день я так же. Можно сказать, я счастливый человек. Самый счастливый. У меня замечательный муж. У меня замечательные дети. Она вот встает в 5 часов утра. Она наварит. Приготовит. Сегодня соскочила. Ни свет ни заря. Напекла блинов. Сварила суп. Я говорю, ты когда встала? Она вот. Я говорю, как это? А вот. Что, всю ночь не спала? Ну вот как? Я не знаю. Нет. Никогда ни такого не подняли. И напоследок еще раз о погоде. Итак, во вторник в Тобольске умеренные минус 10, однако порывистый ветер даст ощущение минус 15. В Тюмени чуть теплее, минус 9 градусов и слабый юго-западный ветер. При этом на всей территории ожидается повышенное давление. Будьте осторожны и следите за своим здоровьем. Ну и на этом у меня все. Не пропустите новый выпуск тележурнала «Точнее» о людях, явлениях и событиях уже завтра в 18.30 по тюменскому времени. Счастливо. Пока.